Водители маршруток через социальные сети жалуются на простое из-за увеличения интервала. Парадокс. Официально Акимат объясняет долгое ожидание людей на остановках нехваткой транспорта. Подробнее в нашем традиционном обзоре. Время 9.20. Вот тройка маршрут. Один, два, три, четыре, пять, шесть машин. Стоим по 40 минут. Люди стоят на остановках, потому что разрыв 8 минут, интервал. А в Акимате говорят, что маршрутников не хватает. Водители маршруток считают, проблем нехватки транспорта кроется именно в интервале. Работать они готовы, вот только приходится стоять в ожидании. В другом паблике демонстрируют 111 маршрут. Здесь наконец-то насчитали 9 микроавтобусов. Один из постов набрал более 200 комментариев. Не учитывают интересы граждан. Опоздаешь на маршрутку и ждешь 10 минут на остановке. Не так уж приятно зимой. А потом в новостях сюжет о том, что несмотря на слабые морозы, много людей с отморожением. Утром маршрутка – это спасение было. Теперь не сесть, не дождаться. Битком идут, не останавливаются. Обсуждают в сети вот это видео. Водитель в селе Павлодарское увернулся, чтобы не сбить ребенка. Девочка решила перебежать дорогу, а в итоге чуть не угодила под колеса. Автомобиль, к слову, пострадал. В посте при этом жалуются на гололед и слабую организацию очистки магистралей. Девочка создала аварийную ситуацию, а виновата Кимат. Конечно, в основном они всегда виноваты, но думаю, не в этом случае. Водитель красава за реакцию. Благодарочка. Правильно, железо железом, а жизнь не вечна. Водила красавец. Вовремя среагировал. Вот только кто будет восстанавливать? В Акибастузе женщина отсудила 300 тысяч тенге у стоматолога, вырвавшего здоровый зуб ее дочери. Пришлось обращаться к докторам повторно. В общей сложности ребенок лишился трех зубов. Моральные и физические страдания мама девочки оценила в миллион. Но в процессе решили сумму сократить в трое. Впрочем, по сути, важен сам прецедент. Редактор субтитров А.Семкин